Больше 30 человек переехали жить в поселок городского типа Красная Гора в рамках программы добровольного переселения соотечественников. Это граждане стран ближнего зарубежья. Все они обращались в центр занятости, им была оказана всевозможная помощь, были предложены варианты трудоустройства, а также единовременная финансовая помощь в размере на данный момент она составляет 8 тысяч рублей. Человеку, прибывшему из другой страны, сложно адаптироваться самостоятельно на новом месте и найти себе работу. В центре занятости населения это понимают и оказывают поддержку таким гражданам в виде единовременной выплаты и не только. Многие переселенцы до сих пор поддерживают связь с центром занятости. Действительно, есть такие граждане, которые обращаются к нам сейчас, благодаря за то, что им было оказано содействие, трудоустройство, была оказана единовременная финансовая помощь, которые по сегодняшний день работают на предприятиях нашего района. Сергей стал одним из таких участников. Романтическая история привела его в Россию. Сейчас они с женой вместе живут и работают в поселке. Именно благодаря жене он оставил родной Казахстан и переехал сюда. В детстве мы тоже как бы дружили, еще в школьные годы мы с ней дружили. Просто она в 90-х годах, вот эти первые, когда волна с Казахстана начали выезжать массово. И потом лет через 10 только мы вот с ней нашлись через интернет. И таким образом Сергей оказался здесь, в Красной горе. Про программу переселения не знал. Из центра занятости сами позвонили и предложили стать участником. Спасибо центру занятости за оказанную материальную помощь и при содействии, при устройстве на работу. Сейчас все хорошо, в сентябре уже жду гражданство получить. Сергей признается, небольшая тоска по Казахстану, а точнее по семье и друзьям, еще есть. Но он точно знает, что обратно возвращаться не будет. Впереди получение гражданства и новые большие планы. Екатерина Пенько, Алексей Рязанцев, События, Красногорский район.